добрый добрый день уважаемые коллеги рада всех сегодня видеть на нашей встрече и давайте по традиции проверим качество звучания качество связи хорошо ли меня видно слышно до плюсики в чат по сейчас найду где же она у меня чтобы не промахнуться ресурсы презентация я ее открыла вам в общий доступ можно забрать из папочки ресурсы кому интересно и сегодня у нас с вами вот такая вот тема буду делиться тем тем что ими тем что ими и тем что делаю у нас с вами будет работа мы с вами и немножко поиграем и собирать копилку будем все таки мне хотелось бы чтобы это было в таком общем режиме не просто я туда чего-то набрасывая а мы потом приходим и забираем чтобы мы попробовали это делать вместе и сегодня мы с вами немножко не поиграем и поработаем на других площадках поэтому да от вас жду такой не просто пассивного внимания но и некоторой активности чем чем больше тем лучше безумно волнуюсь чтобы все хорошо сработало ничего не повесло никого не выбросила и меня в том числе и до коллеги я видела что здесь или на юрьевна спасибо большое все будет плюс надеюсь надеюсь до коллеги по моему кого-то у нас тут очень хорошо так выбрасывала в самом начале если не ошибаюсь если я не ошибаюсь и извините имя отчество вы с нами не выбросила ли а людмила васильевна ой отлично людмила васильевна ничего страшного если будет выбрасывать ну во первых войти еще можно не переживайте записи она останется и можно будет всегда посмотреть вернуться на что-то добрать тем более я тоже всегда на связи если какие-то вопросы возникают в конце контакта я еще раз напомню можно будет обратиться и какие-то пробелы совместными усилиями мы конечно заполним и сегодня мы с обратимся к такой теме как тренерские технологии но ярмарка тренерских технологий это название нужно было бы по правилам взять в кавычки потому что это название одной из секций ежегодный конференц которая проходит в нашем университете и это место такая площадка место встречи преподавателей тренеров всех кто проводит занятия в основном в ученом формате но сейчас стали добавляться и вот те кто работает в онлайн формате в онлайн обучение дистанционном обучении поэтому это вот название оттуда по правилам конечно хорошо бы было взять в кавычки но вот почему-то перенеслось на титульный слайд без кавычек сразу и это площадка где мы обменивались вот теми самыми находками какими-то примерами то что мы сами используем в своей практической работе при организации занятий на при организации работы со слушателями со студентами с учащимися разного возраста я сама работаю на группах начиная от колледжей иногда занятия со старшеклассниками провожу на до групп магистратуры и взрослых слушателей поэтому вот такой опыт какие-то фишки накапливаются накапливаются какие-то находки решения игры и конечно хотелось бы этим поделиться посмотреть придумывается что-то новое и вот у нас такая площадка она сложилась уже традиционно где мы делимся ну и хороший такой вариант опробировать что-то новое например прежде чем выходить на аудиторию получить обратную связь и с точки зрения слушателей и с точки зрения участников и с точки зрения профессионалов это конечно всегда бывает очень полезно ну вот у нас сегодня я думаю такой небольшой вариант вебинар вот такой сессии но сегодня скорее я буду показывать то что есть у меня то что я использую в своей работе потому что я очень часто применяю различные приемы техники технологии тренерские которые позволяют решать большое количество задач разнообразных задач в процессе обучения и чем мне нравятся технологии это то что можно передать да это точное пошаговое описание процедуры инструкции всех необходимых действий определение критериев продумывание целей задач ну в общем то банально может быть вещи говорю но без них никуда и конечно все это за один час нам вряд ли удастся освоить в полном масштабе но первый шаг мы сделаем уже сегодня и один алгоритм я вам сегодня просто покажу а мы с ним постараемся успеть поработать это превращение информации в задание задания в игру или упражнения и вот его мы попробуем сегодня так практически разобрать и сегодня мы с вами познакомимся с классификацией тренерских технологий посмотрим несколько примеров и поиграем примеры свои буду показывать те игры а что что-то покажу о чем-то расскажу в общем все что есть тем я сегодня с вами и делюсь и для этого мы будем работать сегодня с вами не только здесь но и совершим такой небольшой будем совершать небольшие переходы коллеги поставьте пожалуйста минусик в чат кто никогда не работал или работал очень давно забыл или может быть первый раз об этом слышат интерактивная доска под лет кто с этим не знаком либо не помнит как как с этим работать поставьте пожалуйста минусики в чат спасибо спасибо коллеги мы сегодня будем туда переходить мы будем там с вами работать пугаться не надо я сейчас совершенно такую рекогницировку местности разведывательную вылазку в тыл в тыл под летом я вам покажу там все интуитивно очень просто но для 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 тех кто никогда чтобы потом было не страшно мы это сделаем я понимаю что не у всех по техническим причинам может получиться переходить по ссылкам открывать новые вкладки кто-то смотрится смартфон они очень удобно поэтому я буду когда мы будем перебираться туда я буду включать демонстрацию рабочего стола здесь и те кто остается в вебинарной комнате смогут наблюдать как бы участвовать также в нашей работе чтоб что происходит там и тогда просто принимайте участие в чате напишем тогда не туда а пишем в чат так чтобы все все у нас оказались задействованы кому не было бы скучно постараемся все сделать самое главное чтобы техника нас не подвела и интернет тоже и по подлету обещанная вылазка сейчас я запущу показ рабочего стола и как только он у нас откроется начнется трансляция вы увидите так сейчас вот вы увидите такую доску вот если появилась поставьте пожалуйста плюсики в чат так сейчас я еще раз зайду посмотрю есть отлично ура показ рабочего стола работы ну вот смотрите когда я буду давать вам ссылку в чат и приглашать перейти на интерактивную доску подлет вот она примерно так выглядит только сверху еще у нас будет здесь менюшка как работать здесь либо просто двойной клик мыши по полу у вас открывается квадратик и сюда можно писать писать текст уходите с квадратика да вот можно вернуться потом к нему назад и можно его отредактировать карандашик изменить публикацию дописать текст поправить на 5 уходим все у нас хранить не чем надо она автоматически сохраняет корзинку удаляем и если на эти три точечки нажимаем вот здесь можно например раскрасить в какой-то цвет свою свое текстовое поле также здесь можно например ну да изменить публикацию можно ее скопировать там можно удалить вот такое простое простое редактирование сделать и если зацепить ее мышью удерживая мыши и и можно перемещать по полю по полю можно перемещаться вот видите здесь есть бегунки там вправо влево будут появляться надписи мы будем работать вот можно посмотреть что там есть выше вот будет появляться у нас вот такая менюшка как сейчас наверху и когда создаете свое сообщение его можно перемещать размещать так чтобы это было удобно можете сообщение оставлять анонимными они будут абсолютно анонимные можете подписывать пожалуйста это как вам удобнее как как считает посчитаете нужным у нас будет три такие доски сразу сейчас покажу куда мы еще будем ходить ну вот одна такая простая где можно все перемещать двигать смотреть что там что там есть и две более такие строгие да еще как можно разместить создать сообщение справа внизу вот если посмотрите видно наверно да вот такой кружочек красненький с плюсиком если на него навести мышку появляется карандашик и тоже можно также создать сообщение вот она у меня здесь создалось выскочила наверх его можно переместить и с ним дальше работать то есть вот два варианта мне удобнее например просто по полю щелкнуть и в любом месте поля и делать уже с этой надписью все что угодно если на самом поле вода куда мы вводим информацию есть вот тут внизу три плюсика если на них нажать то вот у нас появляется загрузить можно добавить какую-то фотографию рисунок файлик все что угодно пожалуйста вот остальными можно не пользоваться пока не не увлекаемся у нас не 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 инструкции не работаем не изучаем строго подметку кто хочет можно и посмотреть но вот загрузить можно сюда добавить какую-то фотографию например или картинку или рисунок выбрать и добавить к своему сообщению пожалуйста и будет единственное что например вот одна из досок с которыми мы будем работать здесь добавляем здесь строго по столбцам информация располагается и здесь уже такого такой свободы творчества не будет здесь вот под каждым столбцом есть свои кружочки с плюсиками на них нажимаем и создается в нужном месте нужное поле и в него тогда вносим информацию обратите внимание здесь будут вот оценить или поставить лайк пожалуйста тоже этим не забывайте пользоваться можно посмотреть можно оценить можно создать свои сообщения примерно интуитивно очень простой инструмент интуитивно понятный несложный осваивается очень легко вот с ним мы сегодня и будем работать я надеюсь что ничего сложного здесь у нас с вами происходить не случаться не должно сложным это для нас быть не должно я возвращаюсь сейчас обратно нашу нашу вебинарную комнату и коллеги от вас хотелось бы услышать обратную связь все ли понятно все ли успели подсмотреть разобраться ага отлично или наверно спасибо если будут возникать вопросы не пугайтесь что-то не получается пишите пожалуйста в чат мы с этим тоже будем по ходу дела разбираться в конце концов можно будет просто вернуться тихо в бинарную комнату и посмотреть отсюда если станет совсем уже страшно и наша задача сегодня это познакомиться с тем многообразием тренерских технологий моделей разновидностей которые существуют выбрать те которые применимы в вашей практической деятельности и сформулировать концу вебинара какими технологиями с какими технологиями хотелось бы поработать на практике что хотелось бы отработать у нас будет одна из досок это такая доска обратной связи где это нужно будет сформулировать если тема будет интересной если будет интерес наших участников то может быть ближе к осени может быть летом может быть осенью мы эту тему тогда продолжим мы будем разбирать уже более более основательно и я люблю применять разные тренерские технологии при создании учебных активностей потому что это ну очень здорово помогает в работе и вот сегодня мне хотелось бы чтобы мы с этим с вами и поработали и познакомились и каждый из вас взял что-то для себя кто-то уже с этим давно работает кто-то только начинает поэтому я думаю что каждый найдет что-то свое в сегодняшней встрече и и сразу хочу сказать что для меня игра я сегодня часто буду использовать этот термин игра это 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 любая активность в принципе ее можно условно назвать игрой та та же самая учебная активность интерактивность это специально организу есть специально организованное действие есть свои правила есть определенный ход игры есть в конце концов условность некая ситуация даже если мы работаем заданиями с кейсами то есть вот вот эта условность мне кажется что это позволяет сказать что это уже игра да хотя это может быть максимально приближена к реальной жизни к реальной действительности но все-таки вот создание специальных условий специальной обстановке она придает вот такой игровой характер выполняем действием поэтому тренерские технологии они очень хорошо подходят для того чтобы организовать правильно этот процесс и это некая система действий это некий алгоритм который позволяет нам вводить клиентские технологии вот есть два понятия технологий тренерская технология и клиентская технология это то что мы передаем например в планировании я веду курс по тайм-менеджменту мы учимся использовать алгоритм жестко гибкого планирования и когда я его передаю слушатели студенты его берут отрабатывать начинают использовать это уже становится клиентской технологии которые они применяют на практике отрабатывают присваивают себе а вот так как я это передам а передать я могу разными способами вот это уже будет тренерской технологии вот а тренерских технологиях мы сегодня и будем смотреть и говорить как как тренерская технология это как вести эту клиентскую технологию и для этого используются различные модели так прежде чем пойдем дальше есть вопрос от марина м сиферова марина все понятно но где конкретно можно этим пользоваться для каких мероприятий что имеется ввиду и интерактивная доска или тренерская технология немножко 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 я убежала а доска марина смотрите мы например когда с выполняли проекты несколькими группами не было две группы это группа социальных работников и филологов вот мы выполняли осуществляли проектную деятельность и мы использовали методику скрам и для обмена мнениями там там есть такой понятие как доска скрам постановка задач ход отслеживания да вот для того чтобы это реализовать мы использовали сначала доску подлев потом мы нашли еще один другой инструмент попробовали но вот для такого для для решения этой задачи мы применяли для организации работы по скраму второй вариант где мы это используем со студентами у нас есть такой инструмент как контекстная доска планирования и вот интерактивная доска подлет она очень хорошо для этого подходит то есть мы изучаем тему и уже смотрим с помощью какого онлайн ресурса мы можем это реализовать не просто доску вешать реальную на стену а с использованием современных технологий это второе направление где третье для организации командной работы например для каждой можно создавать закрытые доски можно создавать закрытые группы и каждая группа имеет возможность работать на своей доске обменом построение интеллект карты возможностей там на самом деле много если потом посмотрите возможности этого инструмента это сейчас набросало просто несколько направлений где и как это этот инструмент можно использовать но вернемся марина я ответил на ваш вопрос или вопросы еще остались да там есть несколько уровней доступа и инструмент на самом деле очень интересный для организации командной работы в общекомандном зачете либо разделение по 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 закрытым командам по закрытым группам давать обратную связь и даже там выстраивать сейчас новые функции добавились можно выстраивать например ввести тот же чат может быть закрытый может быть открытый возможностей очень много инструмент хороший и все тренерские технологии можно разделить на три больших таких блока куда они относятся первый блок это технологии которые касаются процесса разработки новые программы модулей отдельных упражнений либо адаптации уже готовых программ либо их частей под потребности заказчика да такая кастомизация второе это технологии ведения тренинга это и работа с групповой динамикой работа с сопротивлениями импровизации техники публичных выступлений работа с презентацией флипчартом и много еще чего больше они касаются именно личности тренера и третья третья составляющая и взаимодействие с группой и третий большой блок деление естественно условное но тем не менее имеет место быть это технологии организации самого тренинга это создание и разработка презентаций раздаточный материал так называемые технологии письменной работы что писать как писать что включать как оформлять и так далее вот это вот относится уже и организационные моменты как организовать правильно сам тренинг это уже относится к третьей группе инструментов технологий мы скорее будем вот где-то вот здесь это и разработка и так как эти два процесса они взаимосвязаны между собой немножко к введению мы тоже будем касаться да то есть вот на пересечении скорее вот этих двух кругов на на границе взаимосвязь между ними вот вот где-то сегодня мы будем вот здесь и все тренерские технологии есть хорошая классификация опять же это не моя классификация это классификация Елены Васильевны Сидоренко счастливилась пройти у нее несколько тренингов очень полезная вещь и очень много на самом деле мне дало для того чтобы применять использовать это в своей работе и создавать что-то новое вот мне понравилась ее классификация классификации на самом деле много спорить о теории о терминах о классификациях можно до бесконечности все-таки сегодня хотелось бы немножко побольше о практике я попробовала эту классификацию попробовала ее подход он сработал поэтому я делюсь тем что работает у меня ну вот классификация примерно примерно вот такая любая технология передает клиентские технологии результаты ведем слушателей к результатам обучения через определенные модели вот эти 6 моделей они здесь и представлены пройдемся по по этим моделям познакомимся с ними и разберем что они из себя представляют еще раз повторяю это по материалам тренингов книг монографии Елена Васильевна Сидоренко если будет попадаться в интернете имя запомните очень качественный очень хороший и самое главное работающий материал в работе очень здорово помогает ну не могу удержаться все равно я какие-то дополнения к классификациям от себя все равно дополняю и добавляю поэтому здесь не совсем в чистом виде дается но с небольшими авторскими добавлениями ну и собственными примерами и первая модель это модель ракушки взаимодействие тренера со всеми участниками одновременно есть тренер вот где-то вот здесь и есть разные участники с которыми тренер у нас взаимодействует один со всеми вот эта модель ракушки задача этой модели это сфокусировать внимание когда мы ее применяем когда нам нужно сфокусировать внимание группы на каком-то одном объекте субъекте придать одно единственное направление взглядом мысли действий чувством и так далее и в этой модели есть несколько разновидностей каждый из которых имеет свои особенности посмотрим по этим разновидностям какие ракушки бывают ну первая модель это глашатый слушайте все не говорите что вы не слышали это информирование изложение материала мини лекции в тренингах мини лекции мы тоже используем но более короткого формата то есть не полтора часа я разговариваю а 10-15-20 минут и какая-то активность идет квантую материал на небольшие дозы на небольшие кусочки но в этом случае я выступаю как такой глашатый это чистое информирование вторая модель ракушки вторая ракушка это командир делай как я это моделирование я демонстри демонстрация тренером правильной техники правильного использования техники приема нужной реакции как надо делать но я не как политработник говорю делай так как нужно а я еще это демонстрирую например если мы разбираем техники отказа то я могу показать как это работает отказать аудитории театр одного актера нет 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 эти пираты это не группа ну хотя иногда иногда бывает и так чем отличается от предыдущего моделирования если в моделировании я действую от себя я не выхожу в собственные роли то здесь тренер ведущий преподаватель сам играет разные роли и взаимодействует с аудиторией с группой из этих ролей ну и таким образом активизируются либо какие-то реакции если мы говорим о психологических тренингах или коммуникативных либо мы отрабатываем какую-то технику пример где использую этот этот разновидность ракушки есть у нас такая тема как расстановка приоритетов и защита своего времени от расхищения и там мы говорим о важности уметь отказать то есть знакомимся с техниками отказа и мы это делаем в таком интерактивном режиме есть разные ситуации задаются ситуации в которых нужно отказать один просит другой отказывает и вот в этом случае я например беру на себя особенно если работаю в группах колледжа там со старшеклассниками или с первокурсниками которые только-только пришли там сентябрь и октябрь они еще не совсем знакомы между собой может быть не успели познакомиться иногда вот роль простителя я беру на себя и из этой роли я отыгрываю ситуацию взаимодействую с группой мы еще не знаем эти техники отказа они отказывают так как они привыкли в жизни но мы вот смотрим что мы используем может быть подсознательно какие техники мы используем что мы не пробовали а дальше уже переходим к изучению темы какие еще техники отказа существуют но вот эту роль просителя я беру иногда на себя потому что мне так легче мне легче себя потом снимать эту роль иногда они бывают несколько так агрессивные агрессивный проситель могут быть очень занудные и в самом начале у меня было несколько случаев когда я доверяла колледжатам например и старшеклассникам отыграть эту ситуацию в подгруппах либо в парах и потом очень тяжело их было вывести из этих ролей вот я с этим сталкивалась поэтому я смотрю еще на группу и в зависимости от того с магистратурой например нормально они люди взрослые и роли нам легче снимать просто когда мы одеваем роль на себя вот ребята как-то получается очень сильно в нее войти иногда бывает тяжело их оттуда вытащить ну и потом какие тут границы мне легче из этой роли контролировать самой поэтому в электронном это в очном формате в электронном мы пробовали такой вариант делать при смешанном обучении вот эту игру проводили но там должна быть синхронная работа то есть это синхронный форум либо чат потому что вся соль иначе пропадает ассинхроне выводить из ролей участников участников Виталий Николаевич есть техники выхода из ролей выведения из ролей техник снятия ролей просто в свое время я и проходила обучение и как тренер и как психолог-консультант сто лет назад и в процессе обучения и во-первых сами обучались этой технике и сама в качестве участника очень много принимала участие в групповой работе в тренингах и уже научилась это делать если вопрос интересен если тема актуальна Виталий Николаевич вы пожалуйста либо во вкладку вопроса напишите либо в конце вебинара у нас будет анкета фидбэк там будет возможность этот вопрос указать просто если мы сейчас долго на этом останемся мы остальное не успеем разобрать есть техника есть простая техника ну просто когда сидит поток там четыре группы и мы играем потом снимать роли с каждого участника и еще им всем одевается какая-то роль позитивная ладно бог с ней но если это негативная роль ее обязательно нужно снять это может занять очень большое количество времени поэтому иногда имеет смысл эту роль взять на себя и вот тогда мы становимся таким вот отыгрываемому антрепризу театра одного актера еще одна техника еще одна разновидность ракушки это то что называется сухой остаток то что я иногда увлекаясь различными фантиками и бантиками приемами забываю ну сейчас уже реже используя алгоритм а до этого забывала очень часто делать и меня все время мои старшие товарищи по тренерской работе всегда возвращали Таня какой сухой остаток Таня какой сухой остаток на самом деле очень важная вещь это резюмирование когда делается вывод дается обратная связь по заданию или по упражнению что мы только что сделали это завершение игры завершение задания завершение упражнения когда мы фиксируем полученный результат результат алгоритм действия и так что мы сейчас сделали что нам это дало вот что осталось после игры в сухом остатке на самом деле это хорошее такое понимание в первую очередь для себя зачем я в это играю и что что должно получиться в конце это то что формулируется на этапе проектирования того же задания игры упражнения а что у нас останется в сухом остатке мы поиграли попрыгали по стульям надували шарики и что и вот это вот вывод и резюмирование обязательно должно быть здесь два варианта вот здесь его отнесли к разряду к разновидности ракушки когда это делает сам тренер учитель преподаватель иногда мы со студентами например этот сухой остаток подбиваем с ними вместе вместе с ними приходим к выводу не всегда я даю им иногда они дают делают вывод подводят итоги иногда мы это делаем совместно в зависимости от сложности темы или игры здесь может быть сухой остаток в виде обобщения с помощью какой-то метафоры там истории стори-теллинг можно рассказать кстати о стори-теллингах да но обязательно вот какой-то вывод он обязательно должен быть это тоже вот элемент ракушки а кстати а кстати о стори-теллинге да это еще одна из разновидностей история случаи жизни практики какие-то экспериментальные данные статистические данные все это можно превратить в стори-теллинг подать как некую историю и это может быть либо не просто приятным дополнением к лекции какой-то интересностью это может быть и такой подводкой к следующей теме подводка это очень короткое задание упражнение либо вот такая история которая либо завершает предыдущие действия предыдущую игру тогда это будет выход из игры либо такой мостик к следующей теме либо к следующему заданию интересный мостик либо подводка к новой теме и это тоже элемент ракушки привлечение внимания есть у нас такая история в тайм-меншменте одна из например история про Флоренс Чадвик рассказывать обычно понижаю голос и таким загадочным трагическим шепотом начинаю рассказывать историю моментально привлечение внимания и мы переходим уже там к знакомству со следующим инструментом и вот здесь стопроцентное попадание с этой историей произошло любые группы от старшеклассников до магистратуры затаив дыхание что же будет дальше есть накал страстей как рассказывать стори-тейлинги как использовать стори-тейлинг это отдельная большая тема есть много информации по этому поводу есть по моему восемь сценариев как выстроить стори-тейлинг если кому-то будет интересно тоже пожалуйста отмечайте либо во вкладку вопросы либо потом в анкету обратной связи я в группу кину ссылку есть у меня ссылка на вот этот материал если у кого-то еще нет с сценариями да по каким сценариям можно эти истории выстраивать чтобы они сработали но штука классная ну и кстати что-то мы там с вами уже заговорились и давайте-ка мы сейчас с вами немножко отвлечемся и ссылку ждем Валентин Владимирович прямо сейчас не кину кину в группу мне еще надо ага Елена Юрьевна обязательно дам кину в группу контакты в конце будут ух успеть бы нам сегодня с вами сделать вообще все и давайте мы сейчас с вами поиграем говорили много прям вот разобрали кучу всего и прежде чем идти дальше по технологиям давайте 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 поиграем скажите пожалуйста коллеги вы загадки любите? и тишина и тишина да нет ага Виталий Николаевич не любим но придется вот отлично вот вам кстати история ну история загадкой задание сами придумываем отлично Николай Павлович это супер вот кстати загадка которую сейчас покажу это потом расскажу как я ее сделала это да тоже мое изобретение сама придумала но на реальных фактах это действительно реальная ситуация реальный реальный случай который был что я ее превратила из информации в загадку задание что нужно будет сделать я вам сейчас кидаю ссылку в чат вам нужно будет перейти по этой ссылке прочитать у нас будет там доска стена с которой мы знакомились там будет висеть история вам нужно будет прочитать эту историю загадку и быстренько разместить свой вариант ответа дать вариант ответа разместив сообщение сообщение не знаю а какой ответ не принимаются то есть креативьте сообщи сообщение напоминаю придумывайте в википедии в окей гугл алису лазить не рекомендую потому что там этой информации просто нет я вчера проверила на некоторых на фокус группе прямого ответа на этот вопрос нет вот что приходит в голову то и пишите свой вариант сообщение размещаем двумя способами либо кликнув дважды по полю либо справа внизу кружочек с плюсиком квадратики перетаскиваем и наши задания вокруг истории как удобно прочитали историю далее ответ и возвращаемся в комнату и вот здесь уже вернувшись в вебинарную комнату в чат напишите пожалуйста какая из моделей ракушки или какие может быть из моделей ракушки были использованы в том задании которое мы сейчас с вами и про модели еще раз напоминаю у нас их с вами пять вот этот слайд я вам оставлю это информирование моделирование тренер в роли резюмирование и сторителлинг оно у вас будет то есть ваша задача выполнить поиграть найти ответ на загадку и второе ответить какая из моделей или какие из моделей они были использованы в этом задании которые не слышу а ну поехали ссылка есть давно отлично ссылка у нас здесь для тех кто у нас не сможет перейти я трансляцию оставляю тоже иду вместе с вами сюда вот она это наша история ага здесь уже один вопрос у нас есть какой ответ на загадку мы его вот сюда немножко перетащим вниз переместим так и у нас есть пара минут на то чтобы быстренько прочитать эту короткую историю и попробовать дать свой вариант почему же такая ситуация сложилась наклон брони ага наверняка бывшие танкисты ага еще еще варианты оптическая иллюзия ага интересно как визуальная иллюзия да ага я их немножечко буду перетаскивать вы не пугаетесь водки стрелка удавали кино макеты вместо танков впереди а слушайте здорово столько столько вариантов у нас пошло кино не 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 кино реальное еще что 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 могло быть что могло быть что за мистика такая а ай у кого то английский пошел к клавиатуру немножечко обычная проекция не проекция снаряды холостые не снаряды то реальные снаряды то реальные в том то и дело что снаряды реальные и пушки реальные и танки реальные на самом деле да их так называли иногда брак был ага теплее теплее про брак теплее подсказываю гипноз в таком массовом масштабе и обман обман зрения просто не пробивали так как специально сделали чтобы пробивать именно эту толщину брони защита в виде брусков под углом давайте вот сюда мы немножко тоже перебазируемся а то у нас все на одну сторону переместилось так чтобы весы у нас не в одну сторону не свешивались ага нет все таки лучше там пусть будет там силовой экран из фильма заряд задержкой техника миража ух ты слушайте техника миража это здорово листовки 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 а листовки разбрасывали угу ага ну давайте еще последний последний последнее сообщение я вам расскажу скажу отгадку на танке имитировался взрыз ага заряд взрывался задержкой я поняла смотрите сколько мы всего набросали кстати к вопросу для чего использовать доску вот вам пожалуйста сейчас мы вот фактически мы сейчас проводим с вами мозговой штурм и мы можем да я могу сейчас сгруппировать вот наши сообщения наши тупики по например различным критериям но все что связано с оптической иллюзией вот собрать в одну группу и увязать это так вот подключить сейчас попробуем подключить сюда да и вот выстроить стрелочками увязать например вот эту группу оптических иллюзий кино обмана зрения и так далее ну вот уже мы фактически начали строить интеллект карту отлично останавливаю трансляцию экрана возвращаюсь да уже здесь активно пошли у нас ответы и в чат активная защита защитные экраны ага коллеги отгадка все гораздо проще просто заявив одну толщину брони и на самом деле на самом деле при изготовлении этих танков уж по злому умыслу либо по недогляду либо по каким-либо еще причинам очень сильно сэкономили и толщина брони оказалась гораздо меньше заявленной а новые пушки они они были ориентированы и снаряды они были ориентированы вот на ту толщину брони и получалось получился очень интересный эффект выстрел есть снаряд пробивает танк насквозь не нанося ему такого критического ущерба то есть он на ходу он продолжает двигаться и экипаж там частично или полностью остается целый и боеприпасы внутри не взрываются и он едет и стреляет представляете насквозь пробитый танк он идет и стреляет мистика мистика Пап Саш прошу прощения как написано так и читаю экипажа в танке нет не всегда разносило не всегда разносило весь экипаж да действительно ох мистика но история имела место быть в реальности и действительно вот такой вот эффект был мистический ужас а всего-то недостаток информации вот смотрите эту историю мы можем развернуть по-разному здесь поговорить о что происходит когда у нас недостаточная информация если информация недопроверена или не перепроверена и здесь много чего еще отталкиваясь от этой истории можно сделать вот мы сделали игру-загадку провели вот такой небольшой мозговой штурм с использованием вот того же инструмента например подъем да разгадка самая простая интрига интрига была да внимание сфокусировать удалось в принципе удалось да мозговой штурм у нас состоялся да в принципе да набросали очень много разных вариантов взрывался задержка может быть да но уже вне танка не не в самом танке коллеги скажите пожалуйста вот что мы сейчас из представленных здесь моделей относящихся к технологиям тренерским что мы сейчас с вами использовали что это было это был стори теллинг или еще что-то ну стори теллинг да а еще что есть здесь еще что-то потому что первоначально это была информация просто история из документального источника просто информирование ага резюмирование моделирование угу 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 а вот резюмирование смотрите вывод мы можем сделать разный в зависимости от того где мы эту историю и эту загадку интригующую историю да историю с интригой будем использовать мы можем поговорить об информации мы можем поговорить о психологическом воздействии да смотря под какую тему под какой вопрос мы эту историю будем использовать мы ее можем развернуть по-разному вот чем мне нравится технологичный подход к тренингам и к формированию заданий что один материал вот есть одна история я ее могу использовать в разных курсах в разных темах под разные вопросы просто используя разные модели либо это будет информирование особенно если это резюмирование вот этот сухой остаток какой сухой остаток я задам как я эту историю разверну но материал у меня один а вариации получается много Валентина Владимировна ничего страшного все нормально можно можно обракадабрить по полной программе да моделирования не было смотрите здесь здесь у нас не было демонстрации какой-то какого-то алгоритма либо техники вот скорее моделирование у нас здесь не было сухой остаток да информирование да да и story вот несколько к нескольким вариантам мы это можем отнести следующая техника да вот вам пожалуйста просто информация из новостных передач из документальных фильмов из книги из журнала из статьи откуда угодно ее можно папа Саш пусть пусть это может быть легенда может быть история да ну storytelling для того он storytelling но интрига же есть внимание это удалось привлечь ну и в общем-то это не сильно грешило против правды следующая технология технология амнибус это всеобщая игра в которую вовлечены все участники группы через назначение им определенных ролей либо задания или функции задача амнибуса это активизация группы отработка каких-то алгоритмов действий техник и возможно их прояснение особенность игр амнибусов здесь нет зрителей участвуют все как там Иван Васильевич меняет профессию танцует все вот танцуют здесь все технология амнибуса каждый участник играет свою роль при этом он сам может создавать и поддерживать нужный для него уровень и качество активации что это значит за счет распределения ролей и возможности выбора подходящей для себя роли я могу задать нужный этот уровень нужное качество технология амнибуса алгоритм создания амнибуса это может быть и короткая игра и можно развернуть уже до уровня деловой игры придумайте как во-первых определите что вы хотите сообщить участникам придумайте как это сообщение можно превратить в игру или задачу а алгоритм я вам покажу как это делается такой универсальный алгоритм придумали играем не придумали подбираем подходящую игру из уже существующих большое количество информации на эту тему не подобрали играем в понятие для амнибуса очень важно распределение ролей роли распределяет ведущий преподаватель или тренер никто никто не должен остаться без роли роли должны быть у всех и есть три часто применяемых способа как распределить роль во-первых можно предложить комплект ролей и они уже группы делятся на команды каждой команде предлагает свой комплект ролей либо один и тот же комплект для каждой команды и уже внутри они их делят между собой распределяют между собой второй вариант это предложить каждому выбрать себе роль то есть никаких комплектов нет вся группа мы еще не делимся на команды каждый выбирает себе роль а потом уже в соответствии с этим происходит разделение на команды либо третий вариант ну самый наверное такой снижающий напряженность рок судьба случай по дням недели по датам рождения по сезонам кто выбрал красные стикеры и так далее ну здесь больше случайностей и меньше как бы вариантов но в этом случае можно например допустить возможность то есть обмена ролями да вот вот хороший вопрос александр александрович а что делать если все выбрали одну роль вот поэтому третий вариант рок судьба или случай он наиболее приемлемый в этом варианте если вы боитесь что все выберут только одну роль как правило такого не происходит все выбирают под себя и у меня например не было такого случая все три способа пробовала у меня не было такого случая ой прошу прощения чтобы все все 30 человек выбрали себе роли там бариста или роль менеджера да или роль генерального директора нет все равно какое-то распределение оно происходит каждый выбирает под себя но вот вопрос другой кстати александр александр и остальные уважаемые коллеги а если участник отказывается вообще от любой роли а мы знаем что во мне ибусе роли должны быть все должны участвовать вот он говорит нет я не хочу ни одной из этих ролей что делать Да, бывает, Наталья Александровна, очень бывает. Что делать в этом случае? Ага, так роль Э. Вот, коллеги, Марина, прошу прощения, отчество здесь просто М. Да, кто у нас сказал? Ага, роль зрителя тоже можно предложить. В Ани-бусе нет роли зрителя. Участники все, танцуют все. Разрешить не участвовать. А что он будет делать? Сидеть, играть в смартфоне? Да, ну вы там поиграйте. Пусть предложат свою. Хороший вариант, папа Саша, отлично. Да, можно предложить. А какую роль вы хотели бы себе взять? А предложите свою. Предложить его вариант. Придумать себе роль. Дать другое задание. Вот, отлично, роль арбитра. Да, один из вариантов. Смотрите, да, несколько вариантов можно предложить. Либо свою роль, либо роль арбитра, наблюдателя, хранителя времени, эксперта. Но обязательно роль должна быть. Будет фотографом, храникером. Не просто делать селфи и фотографии команд, а фиксировать, что происходит в командах. Помощником тренера, кстати, очень хорошо идет в этом случае эта роль. Они там все, а я там. Я-то вообще уже правая рука. Он как я вырос. В амни-бусе есть несколько, есть два варианта, каким может быть наш амни-бус. Отлично, коллеги, спасибо. Спасибо. Есть реалистичный, реалистический амни-бус и есть амни-бус-сюр. Ну, как фильм про Гарри Поттера, да, вот этот вот автобус, сжимающийся и проезжающий между другими машинами. В реалистическом амни-бусе участники остаются сами собой и действуют исходя из... Да, роли мы распределяем, но это роли, скажем так, реальные. Представьте, что вы менеджер или представьте, что вы администратор гостиницы. Просто у меня сейчас были занятия в колледже гостиничного, ресторанового бизнеса, группы, направление подготовки, поэтому немножко так сваливаюсь в ту тему. Представьте, что вот вы работники ресепшена, вы бариста, вы... Но это реальные роли и мы остаемся самими собой, мы просто выполняем какие-то функциональные обязанности, например, в будущей своей профессии. Это реалистический амни-бус. Амни-бус-сюр, либо мы в психологических, в коммуникационных тренингах мы остаемся сами собой. А в амни-бусе-сюр мы действуем, исходя из определенных ролей, иногда, может быть, каких-то сказочных, фантастических и так далее. Может быть, даже неодушевленных предметов. Там Самурай и Дракон, Принцесса, или есть такая короткая игра Пишущая машинка, где каждый определенные буквы или клавиши должен выполнять определенные действия. То есть вот я и кнопочка Пишущей машинки. Это сюр амни-бус, но участвуют все. Вот очень часто разминки, они как раз относятся к разряду такого амни-буса. Командная игра. Следующая. Следующая модель – это модель команды. Группа делится на подгруппу или команда. Каждой команде назначается задание. И задача здесь – это активизация и самореализация участников, может быть, проявление их творчества, соревновательный аспект. И реализация потребности внимания, активности. Задача, командная работа может быть направлена на решение любой из поставленных нами задач. Это может быть работа над кейсами, заданиями в подгруппах, с последующим объединением в группу. Это может быть работа в закрытых подгруппах или командах, а может быть и устанавливаться межкомандное взаимодействие. В зависимости от того, как вы поставите эту задачу, нужно вам это или нет. И есть такая рекомендация очень хорошая, которая работает. В группах более 14-15 человек очень желательно деление на подгруппы. Иначе менее активные участники будут выпадать из работы. Я делю уже больше 12 человек, особенно в студенческих или в группах колледжа. Оптимальное количество участников, пробуем разные варианты, но если формат командной работы, где-то 5-7 человек. Больше уже Вася решает, а все сдают. Начинается вот это проявляться. Приходится контролировать эту ситуацию. В студенческих группах случается. Либо менее активные затираются. И особенно если команда еще не сработанная, то вот эти вот вопросы с сопротивлением, с групповой динамикой, они будут вылезать. Поэтому лучше вот 5-7 человек, группа работает великолепно. И если у нас несколько групповых заданий идет, то желательно проводить такую ротацию участников подгруппы, чтобы каждый поработал в разных группах. И задание может быть либо одно для всех, либо может варьироваться в разных подгруппах. Это могут быть различные этапы одного большого задания, отдельные части, либо вообще разные задания для разных подгрупп. Либо одно для всех, одинаковое для всех, скажем так. Марина пишет, мне кажется, при формировании команд тренер должен быть достаточно опытный, быть на чеку. Иногда такой накал страстей бывает, что неопытный только может подогреть ситуацию. Да, да, всякое бывает. Бывает. И при формировании команд, особенно в студенческих группах колледжа, это уже немножечко другая технология, работать с групповой динамикой и с сопротивлением, с формированием команд. Но будет проявляться, на это нужно обращать внимание. А иногда наоборот, группа, которая с собрания амеб. Обычно стараешься как-то сильных и слабых делить поровну, чтобы в каждой группе были и лидеры. Если все лидеры в одной группе, это тоже будет беда. И если все не лидеры в одной группе, это тоже будет беда. Поэтому приходится иногда такую насильственную ротацию тоже проводить, несмотря на то, что они сами формировали свои команды. Но если они формируются по принципу, а я с ним дружу, а мы рядом сидим, приходится искать аргументы, почему сегодня будет не так. Лучше, чтобы уровень примерно был одинаковый. Какие разновидности командной работы могут быть? Первое – это театр. Это инсценировки, подготовленные заранее, отрепетированные командами для представления в группе. Вот такой вариант работы мы проводили со студентами отделения социальной работы. Ситуации, связанные с ситуациями общения. Они вспоминали истории, они их репетировали, различные ситуации взаимодействия брали из жизни. И вот они разыгрывали сценки. Здесь был небольшой аквариум. Были зрители, здесь уже появляются зрители, в отличие от Амнибуса, и были актеры. Они разыгрывали сценку, и дальше в соответствии с заданием шло обсуждение, либо определение, что использовалось, какие техники и так далее. Зрители сидят не просто так, они фиксируют информацию, что наблюдали, какие техники применялись, каков результат, почему получилось, не получилось и так далее. Второе – это требует подготовки. Вторая разновидность – это акция. Да, это тоже игры, ролевые игры с гипотетическим сценарием участников. Команда разрабатывает сюжет, да, тоже готовится, разрабатывает сюжет какого-то, например, ролевого взаимодействия на другую команду или другого участника, но они об этом не знают. Они будут участвовать в этом сюжете спонтанно, без предварительного обсуждения условий, без обсуждения техник, действий и так далее. То есть здесь возможно только предположительное планирование, какое-то прогнозирование действий другой команды. Все предугадать невозможно. Мы предполагаем, что наше собеседование пойдет вот так, а оно может пойти совсем по-другому, и нам придется спонтанно реагировать и применять другие техники в соответствии с ситуацией. И назначение таких игр – это дать участникам пережить собственный опыт использования техник. Ну вот картинка, которая здесь приведена, это Добруй Никитич приехал собирать дань из хана Бекета, причем он постоянно туда, частенько ездит за этой данью, то есть механизм уже отработан, он применяет определенные техники, приемы, технологии. Но вот как сейчас в данном случае отреагируют сидящие вот там за оградой, неизвестно. Я могу только прогнозировать, исходя из собственного опыта, из предыдущих наших историй взаимодействия. Но как развернется дальше, я не знаю. То есть вот этот элемент неожиданности, спонтанности, непредсказуемости, он есть. Пример использования таких игр мы, например, в дисциплине по коммуникациям, по технологиям деловых коммуникаций. Очень часто вот этот прием как раз используем. Это может быть и вступление в контакт, использование вербальных, невербальных сигналов коммуникации, установление аэропорта, там в ситуации, например, собеседования, когда есть несколько человек, которые проводят собеседование, они заранее готовятся, отрабатывают свои техники, вопросы к кандидату. И один человек из группы, который приходит из другой группы, на которую это воздействие направляется. Ну и два способа поведения участника здесь возможны. Либо он будет вести себя так, как в жизни, либо он может специально, например, сопротивляться. Отрабатывать, например, технику манипуляции, или технику отказа, или технику сопротивления. А вот остальные участники должны ее преодолеть. И театр, и акция – это командная работа в процессе подготовки сценария, каких-то действий, развития событий, планов. И межкомандное взаимодействие внутри команды на этапе подготовки, и межкомандное взаимодействие во время игры. При этом одна команда является мишенью для действия со стороны другой. Ну и в избежении напряженности хорошо применять такой прием карусельки, или принцип цикличности, когда команды воздействуют друг на друга по кругу. Вот этот прием мы тоже используем на занятиях, когда, например, работаем с контекстами, или придумываем варианты решения задач лягушек. Одни придумали один вариант или поставили задачи, передали другой команде, и по кругу так передается. Это помогает снижать напряженность, и хорошо вот этот принцип здесь работает. Еще один вариант – это ярмарка. Это продажа группой, идеи, техник, решений, способов другим участникам. Ну и здесь тоже может быть такой соревновательный момент использоваться, чья группа продаст больше, чья группа продаст лучше, кто больше наторгует, в качестве денег могут быть стикеры, либо какие-то лайки и прочее, кто был успешнее, ну и дальше можно уже обсуждать. Опять же, групповая работа может быть чаще всего на этапе подготовки, и межкомандное взаимодействие. Может быть один представитель от группы проводить вот эту акцию, скажем так, продажи, ну условные, конечно, либо вся группа может принимать в этом участие. И следующий вид, да, ну вот ярмарки – хорошая вещь. Интересно могут проходить, но опять же требуют подготовки. И еще одна разновидность – это поединок. Это противостояние двух команд, игра друг против друга, но в командном варианте. Викторины, что, где, когда. Вот подходит же, да, две команды соперничества, противоборство, противостояние между друг с другом. Вопрос, Александр Александрович, как оценивать деятельность каждого из участников игры? Хороший вопрос. Во-первых, для этого есть тренер, раз. Во-вторых, для этого есть сама команда, два. И в-третьих, для этого может быть выбран капитан команды, который оценивает деятельность своих участников. Здесь много вариантов, можно использовать и то, и другое, и третье. И, вы знаете, иногда, когда даешь, делегируешь полномочия команде самой определять, кто работал сегодня лучше всех, выделить победителей, они не всегда прикрывают на тех, кто халявит. Вот очень интересно, но самыми строгими у меня оказались, например, учащиеся колледжи, которым я самим сказала, вот у вас есть каждый участник команды, можно набрать максимум 10 баллов за сегодняшнюю игру. Вот между собой сами распределите, кто насколько наработал. Вы работали, вы знаете лучше, что у вас происходило внутри, кто просто сидел, играл. Если вы скажете, что вот он ничего не делал, но мы ставим ему 10 баллов, я ему поставлю. Я ему поставлю. Решение принимать вам. Они очень строго отнеслись друг к другу. Это один из вариантов. Второй вариант. Есть тайное голосование. Например, выберите самых активных участников вашей группы. Тайным голосованием со стикерами. Есть такая технология, мы ее тоже иногда применяем с ребятами. И анонимно они уже сами расставляют, например, количество баллов. Ну и в конце концов есть преподаватель и тренер, который тоже видит прекрасно, кто чем занимается и контролирует этот ход работы. В онлайн формате это сделать сложнее и труднее, но тоже можно по количеству заходов, по количеству комментариев, по активности в чатах и так далее. И следующая модель. Следующая модель это триада. Триада, работа в тройках. Тут тоже возможны два варианта. Либо контролер, либо наблюдатель. Работа в паре. И третий участник выполняет одну из этих двух ролей. В первом случае он имеет право вмешиваться в ход выполнения задания. То есть ему делегируется полномочия по отслеживанию, по соблюдению правильности использования, например, какого-то алгоритма или техник. И он может вносить свои коррективы, давать указания, возвращать на путь истинный в момент ошибки участников в паре. Наблюдатель не вмешивается. Он только наблюдает, он только фиксирует для последующего обсуждения, что получилось, что не получилось, где ошибся. Но по ходу выполнения задания он не вмешивается, в отличие, например, от контролера, который имеет право это делать, подсказывать, направлять, учитывать ошибки и так далее. И обязательно, когда работа идет в тройках, должна быть смена ролей. То есть когда проектируем задание, обязательно, и подразумевается работа в тройках, каждый должен побывать в каждой роли. Иначе кто-то, наблюдатель или контролер, он у нас может выпустить. И работа в парах. Работа в парах тоже может носить несколько разновидностей. Во-первых, это может быть единоборство с таким взаимным применением техник. Например, отработка приемов аргументации и контраргументации. Или отработка формулы идеального отказа и идеальной просьбы. Один отказывает, другой просит. Вот такое единоборство, только уже не между группами, а между двумя участниками. Еще одна из разновидностей, условно можно назвать теннис. Один играет какую-то роль, дает подачу, а второй применяет к нему необходимую технику. Например, при отработке техник коммуникации один играет роль манипулятора, сопротивленца, тролля. То есть он дает подачу. А второй должен применить к нему какую-то технику противодействия. Между ангелом и бесом. И происходит такая перепасовка. И еще одна из работ в паре, которая хорошо ведет. Не всегда ее применяем, но несколько раз мне ее приходилось применять. Условно взаимотерапия. Но так как классификация взята в основном из опыта работы тренера, занимающегося тренингами коммуникации, психологическими тренингами, поэтому такое название взаимотерапии на самом деле это использование техник малого разговора. В паре разговор на заданную тему между двумя участниками, причем разговор, значимый для обоих. Что значит малый разговор? Это разговор о пустяках, но не пустяшный разговор. Например, что нас объединяет, что мы любим вместе. Найти, что есть у нас общего. Поиск какой-то общности. Главное, мой самый большой провал. Или поделиться друг с другом. Или мое главное достижение за последний год. Делимся друг с другом. Но это может быть разговор о хобби, об увлечениях. Что нас разделяет здесь не очень хорошо, больше то, что направлено на сближение. То есть это небольшой малый светский разговор. Это не обязательно должно быть по теме вопроса, занятия. Может быть, да. А может быть, например, поиск общих точек зрения на рассматриваемые вопросы. Почему нет? Тоже может быть. Позитивное воздействие. Да, вот здесь происходит очень хороший эффект, во-первых, такого сближения, объединения, позитивного воздействия. И очень хорошо успокаивает участников, особенно если были какие-то активные игры, задания, упражнения. Вот здесь они немножко как бы спадают, вот этот пик активности. И создание позитивной атмосферы. Можно, кстати, проводить вот такие небольшие вставки, небольшие игры из этой серии разделения по парам. Когда было у нас там, если команды разошлись так, что, эх, размахнись рука, разудись плечо, сейчас разнесут весь кабинет, вот немножечко снизить вот этот градус активности, это может позволить. Ну и потом тема должна быть интересная для обоих. И последний в нашей классификации – это индивидуальная работа. Индивидуальная работа – это исследовательская, проектная работа с последующей презентацией. Например, это различные домашние задания, там решение задач, кейсов, то, что делается в индивидуальном режиме. Либо это может быть и игра, но участник действует самостоятельно, уже не в группе, уже не в паре. Вот у нашего спикера Юрия Александровича Майского, он у нас как-то выступал, по-моему, не помню, Павел Юрьевич, один или несколько раз, по-моему, несколько раз, с темой риторики, голоса. Да, о, три раза. Бог троицу любит. Спасибо, Павел Юрьевич, за подсказку. И я на одной игре у Юрия Александровича побывала. Игра по риторике. Вот она тоже была в индивидуальной формате индивидуальной работы. Настольная игра, да, и по очереди каждый из участников выполняет определенные задания, но это было настолько увлекательно, и, честно говоря, у меня сложилось какое-то представление о командной работе и командном взаимодействии, хотя мы все задания выполняли самостоятельно. Но игра была очень интересная. Вот там использовался прием ограничения по времени, очень жестко, тайминг, то, что мне понравилось. И результат. Каждый отрабатывал технику, каждый отрабатывал технику спонтанного разговора, спонтанного выступления. Это было очень сильно, но очень тяжело. Ну вот тоже, да, в аудиторном, например, в очном формате индивидуальная работа может носить такой характер. В больших группах ее проводить сложнее. Там больше пойдет формат командной работы. То есть смотрим по количеству участников. И один слайд я вам сейчас покажу про игры. Да, вот мы его с вами проскочили, чтобы пройти по технологиям дальше. И сейчас мы к нему вернемся. Я вам покажу две игры, которые мы вот сейчас с вами прошлись по классификации наших игр. У нас были ракушка, у нас были амнибусы, у нас была командная работа, у нас была работа в триадах, работа в парах и индивидуальная работа. Никого не забыли, да? Вот шесть типов. Сейчас я вам покажу две игры, которые были сделаны с помощью презентации PowerPoint. Да, они объединены в такой комплекс. Они могут использоваться и по отдельности, и могут идти в связки. В разных ситуациях использую по-разному. И у меня... Это командные игры, сразу говорю. Посмотрите, пожалуйста, по ходу я буду давать комментарии, а ваша задача ответить на вопрос, к какому типу или каким разновидностям командной игры можно отнести эти игры. Это, напоминаю, у нас были амнибус. Реалистический сюр, подходит ли сюда. И из командных игр это театр, акция, ярмарка и поединок. Вот что, что это. Театр это инсценировка с предшествующей репетицией, акция это гипотетический сценарий, прогнозирование, планирование действий. Другой команды или участников, ярмарк это продажа идей, и поединок это игра двух команд друг против друга. А может быть еще какие-то технологии вы здесь увидите. Итак, первая игра. Так, смотрим. Коллеги, вы там еще живы? А то я тут говорю-говорю, а в чате у нас тишина. Последним отозвался Павер Юрьевич. Может быть, все же разбежались или умерли? Ага, отлично. Фух, слава богу. Спасибо. Тяжеловато. Все, а Сергей Петрович, мы уже подходим к завершению. Показываю две игры. Живо слушаем. Отлично. Показываю две игры, и дальше я вам показываю алгоритм. Они коротенькие. Я специально сделала видео. Ну, вот такая игра. Лабиринт. Спасибо, Марина. Лабиринт времени. Вопрос, возможность. Студенты должны выбрать правильный вариант ответа. Выбирают ту или иную дверь. За каждой дверью скрывается некий свиток, который дает нам представление о том, правильно или неправильно мы ответили на вопрос. И, соответственно, мы имеем возможность вернуться. Как управляется игра? Можно ее выгрузить и сделать такой вариант самопроверки. В данном случае я просто управляла презентацией, а ребята в аудитории, мы в аудиторном формате проводили. Они давали ответы с места. Опять говорю, это была командная игра. Есть вопрос, есть несколько дверей. Сценарий трех дверей, но у нас было четыре двери. Мы использовали попыток. Каждая команда отвечает по очереди. И попыток давалась только одна попытка команде. Если она минута на размышления, и после этого должны дать ответ. Такой элемент что, где, когда. Если команда не отвечает или тянет время, переход хода к следующей команде, соответственно, предыдущие теряют баллы. Если использовать для самопроверки, для такого самостоятельного прохождения, можно настроить, чтобы был только один вариант. Ограничить количество вариантов. Но я этого не делала. Пусть лучше повторим материал. Ага, заметались. То ли это, то ли то. Отлично, выбрали наконец-то правильный вариант. Заодно повторяем материал. Готовимся к следующей викторине. Это маленький кусочек из лабиринта. По разным темам, по разным вопросам. Вот у нас такие есть прохождения. Разных. Да, ну и небольшая игра. И дальше у нас идет уже следующая игра, которую сейчас покажу, викторина. И вот небольшая вот такая игра, которую вроде бы развлечение. Да, но ее тоже можно использовать с целью. Опять же, я управляю презентацией, а ребята дают свои варианты ответов. Ну, такое немножечко отвлечение, переключение от одной игры к другой. И вторая игра, которая идет вслед за этой, но может использоваться и отдельно. Я ее часто использую одну. Это все сделано на одном слайде. Шаблоны этих интерактивных игр есть. Если кому-то нужно и интересно, как-то я про них уже рассказывала. Ну, если можете обращаться, с удовольствием поделюсь. Разделение на команду. Да, зеленое и желтое. И неправильный. Мы летим в одной корзине. Если мы неправильно отвечаем на вопрос, то шарик у нас улетает. Соответственно, наша задача долететь до конца. И вот смотреть, что сейчас произойдет. Ну, вот такая игра. Что это за тип? Что это за разновидность командной игры? Вот данный, например, воздушный шар. Это поединок. Это акция. Это театр. Поединок. Да, здесь противоборство двух команд. Но, опять же, здесь используется еще одна технология. То, что называется сухой остаток. В конце мы можем сделать разные выводы. И в зависимости от этого, несмотря на то, что у нас один шаблон, одна игра, один ход игры, по очереди отвечаем на вопросы, выбираем, элементы своей игры используются. Либо команды могут выбирать вопрос для противоположной команды. Но мы здесь можем сделать разный вывод. Здесь, например, мы можем поговорить о том, хорошо ли мы усвоили материал, готовы ли мы к итоговому мероприятию или к прохождению теста, провести опрос вот в такой форме. Да, нормально, можно. А можем поговорить о более серьезных вещах. Например, вот мы так противоборствовали друг с другом и радовались, когда шарик улетает у наших противников. Но мы забыли о том, что мы находимся с вами в одной корзине. Иногда вот так вот шарик еще можно разделить на две части, шарики одной команды, шарики другой команды. Но мы же в одной корзине. То есть через это выйти уже на обсуждение каких-то других вопросов тем. Еще один вариант, как можно использовать эту игру. Например, вопросы для этой игры я могу дать, и я так давала ребятам, они придумывали их сами. И потом, наиболее лучшие вопросы, конечно, отбирала, мы вместе с ними редактировали, так, чтобы правильно было составлено. И потом мы использовали их в игре. То есть их вопросы, по ним и играем. Они придумывали, например, вопросы для другой команды. Но придумывали их в 3-4 раза больше. Каждый по 3-4 вопроса, 10 человек. Как раз есть из чего выбрать. Плюс еще свои добавляла. И здесь есть одна хитрость. Один из вот этих шариков, вот здесь находившийся, рядом с фиолетовым, с краешку, желтый. Это шарик, который я отпускаю сама. Который запускает падение корзины. То есть я в любой момент могу остановить игру. Я вам специально сейчас показала, что есть такая возможность. Опять же, смотря какую задачу вы заложите в эту игру. Например, пошло неконструктивное обсуждение внутри команд. Пошли какие-то переходы на личности. Я могу остановить игру. Просто, ребята, мы разбились. Мы нарушили какое-то правило. То есть здесь есть много вариантов, как использовать. Один шаблон, одна инструкция, один ход игры, одна настройка. Использовать можно по-разному, и с разными выводами, и с разными результатами. То есть вот это вот снижает трудоемкость на самом деле. Это очень мне нравится технологичный подход к созданию вот таких игр, заданий, упражнений, различных активностей. Не надо каждый раз придумывать что-то заново. Вносятся коррективы, да, на этапе инструкции участникам и на этапе сухого остатка. А ход выполнения может оставаться вообще один и тот же везде. И с одним и тем же шаблоном можно придумать штук 5-6 различных игр для разных дисциплин, для разных курсов, для разных вопросов, для разных тем. И алгоритм. Татьяна Алексеевна задает вопрос, будет ли запись. Да, запись будет на канале Ютьюба, выложена обязательно. Марина вопроса перед игрой. Правила обсуждаются с группой и записываются, крепятся на стене. Можно сделать так. Мы делаем это на слайд. Хорошими шаблонами. Любовь Сергеевна, поделюсь. Пожалуйста, коллеги, кому чего надо во вкладку вопроса сейчас пишите. И сейчас я вам покажу алгоритм. Вот этот, наконец-то, тайный алгоритм под завершение. Создание, вот эта технология создания этих игр, упражнений, как эту информацию перейти туда. И дальше будет у нас стена обратной связи. Там тоже можно будет в нужный столбец только написать свои просьбы, пожелания, что кому присылать. Только, пожалуйста, не забывайте указывать контакты, куда, кому, чего. Может быть, рассылкой сделаем. Ну и в группе я это буду выкладывать. Арияна Араптановна, прошу прощения, если могла ошибиться, как называется канал. Канал Директ Академии. И в конце будут контакты. Я их вам в чат тоже кину. У нас есть группа. Можно в нашей группе тоже задавать вопросы и писать сообщения. И я туда тоже запись вебинара этого скину. Итак, алгоритм. Да, сама-то я перешла, а запись, показ рабочего стола, конечно же, я не включила. Так вот, фух, все. Хорошо. Вот он алгоритм. Надеюсь, стенка у нас появилась у всех. Значит, вот этот алгоритм. Я оставляю у вас его здесь. И вам... Ага, я его вам показываю. А доступ я вам туда, конечно, конечно, не дала. Сейчас. Остановлю. И я вам... Давайте-ка я вам не просто его покажу, а дам туда доступ. Вот. Можно будет залезть. Этот доступ будет работать и висеть в открытом доступе до воскресенья, поэтому можно будет зайти. Вот, все. Отлично. Вот. Теперь, надеюсь, все нормально. Кто зашел по ссылке, оказался здесь, кто смотрит у нас по демонстрации рабочего экрана. Так, появилось у нас там? Есть. Вот он, алгоритм. По шагам алгоритм записан на белых вот этих полях. Первое. Мы определяем цель. Вот эти наши знания, умения, навыки. Результат обучения. Либо результат обучения в ходе игры. Ведь мы говорим не просто об играх, а об играх, в которых мы должны чему-то научить, передать какие-то технологии, а наши слушатели, студенты должны чему-то научиться. Что должен в результате знать, уметь, уметь делать, может быть, владеть какими-то навыками. Знакомая вещь, да? РПД, зубы. Вот те самые зубы, которые мы прописываем, это может быть нашей целью. Например. И вот на красном фоне здесь я привела пример, как можно с помощью этого алгоритма разрабатывать абсолютно любую игру, переводить из информацию, доводить до уровня игры. То есть здесь я определяю результат. Что они должны знать? Например, тема хронометраж, и мы разбираем потери времени. Что мелкие, они должны знать, что мелкие прерывания и отвлечения это один из самых опасных поглотителей времени. И должны знать способы борьбы с ними. Либо они должны уметь применить способы борьбы с хронофагами. Дальше можно дописать. Как минимизировать потери времени. Второй пункт. Это второй шаг. Цель мы определили. Вот это, наверное, самое сложное. Сразу может не получиться. Приходится возвращаться, корректировать. И, естественно, с помощью доски это делать удобно, потому что у меня есть хороший обзор. Второй пункт. Вопрос. Это вопрос. Мы задаем вопрос, ответ на который может помочь нам получить эти знания. Это для перевода информации в задание. Если мы уже имеющееся задание идем дальше и переводим в игру, то здесь может быть вот то, что у нас вторая часть формулировки, то, что стоит за слэшем. Это определенные определения понятий, технологии, сформулированные алгоритмы действий. Что должно быть в этой игре. Вопрос. Где прячутся те самые прерывания и отвлечения в работе? Я планирую командное взаимодействие, поэтому в работе команда и сколько времени они воруют. Сюжет. Третий шаг. Как будет строиться взаимодействие в ходе работы и должны ли быть здесь какие-то роли и какие. То есть кто и что. Вот это вот выбор тех самых технологий или технологии. Выбор разновидности. Что я буду делать? Вот кратко здесь я пишу, что участники будут делиться на команды, на мини-группы. Для всех будет одинаковое задание. Все будут работать внутри своей команды над заданием. И в ходе будут возникать какие-то отвлечения и прерывания. Возможно, они сами по себе будут отвлекаться на полайкать зайку где-нибудь в соцсетях. И я буду инициировать еще вот эти вот вмешательства. То есть мне уже на будущее задача продумать. Как и что придумать, чтобы им помешать работать. И следующий этап. Дальше я уже перехожу к игре. Здесь я не прописываю всю игру полностью. Здесь я набрасываю только вот на данном этапе скелет игры по предложенному сюжету. Сюжет уже есть. Вот некий мини-команды работают в течение жесткого времени. Здесь я могу придумать какую-то историю, что это за проект или над чем они работают. Появляются разные помехи задачи. Должны успеть срок представления. И в конце должно быть представление результатов командами. Видите, это не полное описание игры. Это только набросок идет основных этапов. Дальше я еще понабрасываю сюда много чего, пунктов. Уже есть некий скелет, на который можно наращивать мясо. И вот то самое резюмирование сухой остаток и обратная связь обязательно. Как она будет осуществляться? Буду ли давать ее я в группе? Что я буду говорить? Либо мы вместе будем делать вывод, либо и то, и другое. Будет ли обобщение? Какую метафору? Вот здесь я сразу вспомнила, какая метафора может здесь пригодиться. Разгон, торможение поезда на остановках. Вот метафора этих самых прерываний, отвлечений, которые затягивают наше время. Вот пять шагов, которые я прохожу. Вот это алгоритм. Цель, вопрос, который помогает мне понять, как можно получить эти знания, что они должны вот здесь знать, или умения. Понятие технологии, которыми они должны владеть, тоже сюда можно записывать. набросок сюжетом, выбираю сюжет, дальше из сюжета я выращиваю игру и продумываю обратную связь. Материал для создания игр, заданий, упражнений, вот это я тоже подсмотрела у Елены Сидоренко, например, ну и часть своего набросала сюда, своих примеров. Это для, это уже не шаг алгоритма, это такой справочный материал, куда обратиться, откуда брать идеи для создания тоже игры или для выбора сюжета. Что это может быть? Вот мы, например, с ребятами здесь похожую игру делали, у нас было и мы помогали китайскому императору устанавливать мир на южных границах, это с одной группой, с другой то же самое задание мы делали, но мы открывали кафе, не в смысле перерезания красной ленточки, а в смысле начала рабочего дня. И вот у нас происходит отвлечение и прерывание. То есть цель одна, вопрос один, сюжет в принципе один, а вот игр здесь можно выстроить несколько, можно подобрать несколько разных вариантов в зависимости от группы, от возраста, от количества участников, от направления подготовки, ну и где-то хорошо пойдут сказочные сюжеты, а где-то лучше приближенные к реальности. Сказочные сюжеты там для детишек, например, шикарно идут, а для магистратур не всегда, кстати, хорошо. Там больше вот нам бы посерьезнее, пожалуйста, вот вам посерьезнее кейс. Это та же игра. И самое главное это вот продумать обратную связь. Вот алгоритм я вам оставляю до воскресенья, он будет здесь, задание на дом, попробуйте используя этот алгоритм, мои примеры, они будут висеть здесь, они не будут мешаться, просто нажимаете на кружочек вот здесь внизу, и можно либо создавать свое поле, вот попробуйте использовать этот алгоритм, создать какую-то игру, задание с помощью этого алгоритма, пусть небольшое, пусть маленькое, пусть коротенькое, но свое собственно. И до воскресенья оно будет висеть здесь, у нас есть три дня, пожалуйста, потренируйтесь. Да, обратите внимание, здесь можно оценивать и те сообщения, которые висят здесь, и можно ставить оценки, например, своим же товарищам, мы же собирались с вами общую копилку делать, вот давайте набросаем сюда вариантов, вот такая общая копилка, ну если попросите ее подержать подольше, я ее вам подержу подольше. Ну что, коллеги, согласны? отлично. Все, тогда играем. Алгоритм оставляю. Сначала пробуем ручками, создаем, отрабатываем сами, смотрим, как это работает, что у нас получается, что не получается, помогаем друг другу, общаться можно в нашей группе авторы научных публикаций, называется так серьезно, но в принципе мы там разные наши такие приемы и тоже разбираем и делимся впечатлениями и помощью друг другу. На тему личной эффективности Ариана Рапетовна, спасибо, да, есть такой курс у нас там на НПО. Марина, чтобы наверняка поняли и полноценно освоили, проведите с нами эту игру тренинг, алгоритм изучим, воплощение посмотреть можно, по поводу тренинга хороший вариант подумаю. Кстати, по поводу, да, Сергей Петрович, сейчас дам обязательно, и коллеги, фидбэк, сейчас пока я буду кидать ссылки, все уже устали, народ уже начал потихонечку отползать, поэтому я так закругляюсь, и последнюю ссылку на доску, я ее тоже вам оставлю, она повисит у нас какое-то время, это такой фидбэк, небольшой, я вас попрошу сейчас оставить, кстати, вот с этой, с алгоритмом уже можно начинать работать, не обязательно дождаться окончания вебинара, но после того, как вы заполните фидбэк, вот эта ссылка на страничку, на стенку, вот название этих стенок, честное слово, я придумывала не сама, это подлет, сам их вот так сгенерировал, там, моя милая стена сделана с любовью или там сердцем, ну, я решила не трогать, ну, как-то вот в тему попала, и вот эта стена, моя бесстрашная полка, сделана со стремлением к успеху, для алгоритма, это тоже не я придумала, оно придумалось само, вот как-то так сгенерировалось, ну, видимо, отклик вселенной, наверное, и вот здесь фидбэки, да, отвечая на вопросы, можете оставлять свои анонимные, да, сообщения, ответы, можете подписываться, как удобнее, как вам будет комфортнее, и вот у нас есть три полезности сегодняшнего вебинара, вот это я вас попрошу обязательно запомнить, что хотелось бы узнать по подробнее, вот по желанию у нас сегодня было, это сюда тоже дописывайте, и свои пожелания, для меня это тоже очень важно, не все, не всегда может быть получается, чего-то не хватает или что-то лишнее, пожалуйста, не вот сюда тоже оставляйте свои сообщения, потому что мне хочется делать больше и лучше для вас. Марина, это один из самых интересных вебинаров, который принимал участие спасибо большое, Марина, за отзыв, можно туда тоже написать, да, свои впечатления, если чего-то не хватило, коллеги, тоже, пожалуйста, пишите, потому что я стараюсь все-таки работать для вас и делать для вас, мне это тоже важно понимать, к конструктивной критике отношусь нормально и адекватно. По поводу тренинга, Марина, пишите фидбэк, если будет достаточно набираться тренинговая группа, я думаю, что мы подумаем над этим вариантом, как провести такой тренинг тренеров. Понятно, что вот все отработать, особенно в формате вебинара, у нас не получится, здесь нужна обратная связь. адреса, здесь свой имейл оставляю и адрес нашей группы с презентацией можно скачать и сейчас я ее вам кину в чат. Сейчас я ее прямо открою и отсюда отсюда ссылочку вам кину, как обещала. Да, вот, должно открываться. Это ссылка нашей группы в фейсбуке. Можно писать сюда и сейчас после вебинара я туда приду и все, кто появится, одобрю, впущу, запущу. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое за сегодняшнее участие, за поддержку, за активную работу, за вопросы, за комментарии. Сейчас передам слово Павлу Юрьевичу, иначе нас сейчас точно выгонят, и пойду посмотрю во вкладочке вопросы, что у нас осталось. Всем хорошего дня, хотел сказать, удачной пятницы, удачного завершения сегодняшнего четверга и хороших предстоящих завершений недели и выходных. Итак, коллеги, всем удачи и до скорых встреч, надеюсь. Все, всем всего доброго, Павел Юрьевич, приглашаем вас на... Дорогие друзья, давайте поблагодарим Татьяну за сегодняшний вебинар. Вас тоже я благодарю за участие в нем. Напоминаю, что Директ Академии это вебинары до конца июня. Вебинары будут у нас каждый день. Приходите на наши вебинары, будет интересно. Ну, а сейчас я прощаюсь и...